Привет, я Шик, и наконец это свершилось. Counter-Strike 2 выйдет уже этим летом, и это уже официальная инфа от Valve. Что же нас ждет в новом Counter-Strike 2 и как получить доступ к закрытому бета-тесту, я расскажу в этом ролике, поэтому присаживайся поудобнее и приятного тебе просмотра. Для того, чтобы получить доступ к закрытому бета-тесту, учитываются такие факторы, как количество недавно сыгранных матчей на официальных серверах Valve, фактор доверия и статус учетной записи Steam. Если вам дадут доступ к бетке, то вы получите такое уведомление от разработчиков. Далее жмете кнопку записаться и начинайте загрузку, затем запустите CSGO и выберите ограниченный тест Counter-Strike 2. С каждым разом количество участников будет все больше, а играть можно безранговый матчмейкинг на Dust2 и режим бой насмерть. Обновили множество карт, и выглядят они просто офигенно. Видно, что множество карт изменились визуально, но все основные позиции остались все так же нетронутыми. Изменили освещение на картах и добавили пару деталей, которые никак не повлияют на ваш геймплей в целом. По поводу FPS остается лишь догадываться, что он не изменится. Или же если разработчики хорошо оптимизируют Counter-Strike 2, то FPS станет даже лучше. А вот что точно повлияет на игру, так это новые дымы, которые будут полностью взаимодействовать с окружающей средой. Каждый выстрел в дым будет его рассеивать. Взорванная граната в нем также рассеет смог, но затем дым снова восстановится. Пока это выглядит очень странно, и будет сложно приспособиться к этому в игре. Но напоминаю, что Counter-Strike 2 еще в закрытом бета-тесте, поэтому к релизу все может значительно поменяться. Молотов теперь выглядит просто шикарно, и как мы видим огонь горит визуально по-другому. Возможно теперь в огне можно будет разглядеть врагов. Также изменили взрыв бомбы, теперь он выглядит более реалистично и устрашающе. Именно так в Counter-Strike 2 выглядит звание по окончанию матча. Ну а сделанный тобой эйс теперь ощущается приятней. Ну и о самом важном, теперь в кс можно видеть свои ноги. По поводу скинов можно даже не переживать. Все ваши скины останутся у вас в инвентаре, и станут визуально лучше. И это 100% информация. Я думаю было бы глупо со стороны разработчиков заменять ваши скины в инвентаре. Также Counter-Strike 2 поступит в продажу летом этого года. А для тех, у кого уже есть обычная ксго, покупать новую не нужно. Тикрейта больше нет. Передвижение, стрельба и броски больше не зависят от частоты обновления сервера. Такую систему внедрили в кс 2. Надеюсь это положительно повлияет на регистрацию урона. Ведь игрокам вроде меня и так тяжело живется с высоким пингом. Также были переработаны звуки. Теперь они лучше передают окружение и более различимы. И дают больше информации. В ксго в принципе не было проблем со звуками. Лучше бы сказали что-нибудь по поводу нового античита и ранговой системы. Я считаю давно пора уже перейти на рейтинговую систему как Элла. Кровь в Source 2 стала другой. Пятна теперь совпадают с направлением выстрела, что придает больше реализма игре. Также спустя время кровь высыхает и изменяется визуально. Итак, я рассказал обо всей известной на данный момент информации по поводу Source 2. Остается лишь дать доступа к бете и надеяться на то, что все эти изменения только улучшат игру. Ну а с вами был Шик, увидимся в следующем видео.